Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это ежедневный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. Речь пойдет о наиболее значимых событиях, произошедших за сегодняшний день. Вот краткий анонс информационного выпуска. Центр большого тенниса. В Дашково-Песочне осмотрели здание теннисного спорткомплекса. Аллеи героев. На Скорбящинском мемориале ветераны заложили капсулы с землей, привезенной с мест боев и сражений Великой Отечественной войны. Прощай оружие. Полицейские добровольно призывают граждан принести и сдать незарегистрированное оружие. Ну а теперь обо всем подробнее. Возле ледового дворца в микрорайоне Дашково-Песочне вскоре должен появиться центр большого тенниса. В комплексе будут как открытые корты для игры в ясную и солнечную погоду, так предусмотрены и площадки под крышей. Сегодня осмотрел место строительства губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Сегодня губернатор Рязанской области Олег Ковалев посетил строительство центра большого тенниса на улице Зубковой в районе дворца спорта Олимпийские. Пилотный проект является базовым. Он реализуется согласно указу президента построить аналогичные площадки и в других регионах. Это пилотный проект. Есть поручение президента о строительстве в России 12 аналогичных центров развития тенниса. И наш проект был выбран как пилот. И сегодня от того, насколько качественно мы сделаем, насколько технологично он будет работать, зависит, будет ли взят за основу как типовой проект наш проект и диражироваться в других регионах Российской Федерации. Всего в центре будет 18 кортов. Под крышей предусмотрено 6 теннисных кортов с трибунами на 430 мест. В открытой части центра будут работать 8 кортов с грунтовым покрытием, а также 4 корта с искусственным покрытием. Еще в комплекс войдут игровая площадка для мини-футбола, баскетбола и волейбола, беговые дорожки, гостиницы для спортсменов и ресторан. Будучи строителем в прошлом, а в настоящий момент любителем большого тенниса, губернатор отнесся к завершающему этапу строительства со всей строгостью и знанием дела. Особое внимание в разговоре с подрядчиками Олег Ковалев уделил благоустройству, в том числе озеленению территории. Рассматривали совместно с зеленой северной компанией вот эту территорию. Здесь они будут сажать парковую зону. Она здесь предусмотрена. Ребят, я все это так и думаю, но это должно быть положено на определенные договоренности, на документы положено. Понимаете, я всем верю, но я уже давно живу. Я привык уже, что вот есть, мы подписались под этим, все. Вот, считай, тогда вопрос решенный. А пока это все на стадии разговора, вопрос не решенный. Устройство кортов начнется в июне. Сдать весь объект рассчитывают к августу. Тогда уже планируется провести здесь первый неофициальный турнир, приуроченный к открытию центра. Подрядчики заверили, что работы идут по графику. Ну, поручения я уже все раздал. Сейчас одно поручение. Надо уложиться в установленные сроки, значит, с тем, чтобы уже в августе месяце произвести торжественно открытие этого теннисного центра. Работы очень много. Я не так оптимистичен, как строители, которые говорят, что все мы сделаем. Значит, я вижу, что работы очень много и предстоит очень напряженно поработать. Май, остаток мая, июнь, июль, вот эти два с половиной месяца, очень много предстоит сделать работы. Центр большого тенниса способен принимать соревнования, в том числе и международного уровня. Благодаря такому спортивному комплексу Рязань станет одной из площадок для подготовки олимпийских резервов. Задача стоит создать такие теннисные школы для всех желающих, а там уже наиболее талантливых отбирать сюда. Значит, ну, центр будет неким и методическим центром. То есть, те школы, которые сегодня работают у нас, они работают, как Бог на душу положит. И это не есть хорошо, потому что успеха высочайшего уровня мастерства достичь при таком, ну, очень сложно, при таком подходе. Поэтому методический центр будет обеспечивать методику тренировок, будет контролировать соблюдение этой методики тренировок и раз в году отбирать сюда наиболее пиланки для того, чтобы совершенствовать их мастерство. Спорткомплекс должен стать базой для развития детского тенниса. А для жителей Рязани, не являющихся профессиональными спортсменами, центр предложит абонементы и выделит отдельные часы для занятий. Возможно, центру будет присвоено имя Николая Озерова, многократного чемпиона страны по теннису, чьи родители были из Рязани. Памятные мероприятия, посвященные победе советского народа в Великой Отечественной войне, продолжаются. Накануне на Скорбященском мемориале появилась новая аллея, но не деревьев, а табличек с названиями знаменитых и важных битв Великой Отечественной. Капсулы с землей заложили ветераны, танкисты, артиллеристы, моряки и тружники тыла. В Рязани заложили капсулы с землей, привезенные с мест крупных сражений Великой Отечественной войны. Организаторами мероприятия выступили Региональное министерство молодежной политики и Союз патриотов Рязанской области. Под таблички с названиями битв капсулы закладывали ветераны Великой Отечественной войны. Вот она, вот она, вот она. Так и как вы скажете? Ложить. Ложить? Ложить, ложить. Вот, все. Это моя Еленская. Это вторая после Курской битвы. Был среди ветеранов и танкист Иван Дмитриевич Цибизов. Война застала его 17-летним юношей. В армию его призвали в августе 1942 года. Поскольку у Ивана Дмитриевича было полное среднее образование и опыт работы с техникой, в колхозе он был трактористом, то будущего фронтовика отправили во Владимир учиться на механика-водителя танка. И на своем легком 10-тонном Т-70 он прошел многие сражения. Первый из которых под Сталинградом. Потом вместе с Тацинским танковым корпусом был перепрошен под Курск. Именно там Иван Цибизов совершил первый свой таран. Немцы пошли своим танком туда на нас, а мы были в кустах, и там и леса, и кусты все были замаскированы. И когда танк проходил, не так быстро, я разгоняю свой Т-70, догоняю скорость, тоже знаю, уже наловчился, выжимаю сцепление. Ударил я ее, ударил чем? Броней рассчитал, не гусеницей. Гусеница моя тоже полетит, и валик, и все. Эта броня у нее, то она тяжелее, она относится к среднему танку. Я расчет сделал нанести удар по ведущему колесу. Ведущее колесо. Я ее, если бью 10-ти тонн, да еще раз загнал, какая ударная сила, она ее вот так повернула, а уже танк стал. У немцев такой уже принцип. Если машина у них стала, то они сразу выскакивают из танка. Знаете, иначе и у них не станет людей. Они чувствуют, стал Гитлер, что у него не стало хватать. И у меня десантники были. Эти десантники, мы уже до этого договорились, как я ее буду ударять, немцы будут выскакивать, вы их стреляете. И они всех их расстреляли. Далее Иван Дмитриевич освобождал Белоруссию и Польшу. А после войны больше четверти века служил в танковых войсках. Это русский солдат немецких генералов заставил, чтобы их пушки замолчали. И акт капитуляции 9 мая 45-го года под Берлином подписали. Эту победу над врагом мы уже много лет отмечаем. И часто-часто в своих рядах своих друзей не замечаем. Потихоньку уходят наши годы, а с ними и герои войны. Это они своей жизнью завоевали победу в этой войне. Идея создания аллеи героев принадлежит молодежи, участникам поисковых отрядов. Именно они привезли землю с братских захоронений воинов, участвующих в битве за Москву, за Сталинград, сражения на Курской дуге. Всего на аллее памяти ветераны-фронтовики установили 10 табличек в честь знаменитых битв Великой Отечественной войны. К другим новостям. Праздничные дни, как известно, сопровождались масштабными народными гуляниями. Расслабляться горожане любят, и это известно. Однако нередко после встреч и посиделок, проходящих порой и под алкогольным градусом, число нетрезвых водителей на дорогах региона возрастает. Неутешительные данные о результатах пьяной езды приводят сотрудники Рязанской госавтоинспекции. За праздничные дни, как сообщают госавтоинспекторы, произошли на региональных трассах почти три десятка автоаварий. Были среди них происшествия и с тяжелыми последствиями. За прошедшие выходные на территории Рязанской области было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, в которых 41 человек пострадал и один человек погиб. Инспекторами дорожной патрульной службы было задержано 68 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Происходили автоаварии и по вине пьяных водителей. Так, вечером 9 мая на 9-м километре подъездной автодороги к рабочему поселку Лашма Касимовского района, жительница Касимова, управляя автомобилем Audi A6, не справилась с рулевым управлением и вылетела в кювет. Прибывшие на место ДТП инспекторы установили, что девушка села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,42 промилле алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. В результате ДТП пассажиры автомобиля Audi доставили в Касимовскую центральную районную больницу. Госавтоинспекция региона напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от медицинского освидетельствования, влечет наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Рязанские полицейские предлагают вознаграждение за добровольно сданное оружие. При этом граждане, которые придут в отделение и отдадут незаконно хранящееся у них оружие или боеприпасы, освобождаются от уголовной ответственности за этот вид преступлений. Сколько уже человек прислушались к советам правоохранителей, расскажет Наталья Новикова. Несмотря на то, что многие граждане знают, что за хранение огнестрельного оружия предусмотрена уголовная ответственность, мало кто в курсе, что постановлением правительства Рязанской области предусмотрено денежное вознаграждение за сдачу незарегистрированных автоматов, ружей и пистолетов. Накануне у нас гражданин, обрабатывая свой земельный участок на территории Московского района, обнаружил в земле, скажем так, сверток, пакет. Когда начал разворачивать его, там был обнаружен пистолет РКТТ, 300 патронов. Человек, как правопорядочный гражданин, принес его к нам, сдал. И, соответственно, теперь еще получат за это деньги, чему он был, скажем так, рад. И такие случаи отнюдь не единичные. У нас закрытие охоты было в селе Указарь Рязанского района. Около воды, около водоема, в кустах обнаружил ружье, так как законопослушный гражданин привез в 4-е отделение милиции для добровольной сдачи. Так что вполне очевидно, что лучше стать счастливым обладателем денежной премии, чем преступником, скрывающим оружие. А получить, кстати, можно от 3 до 5 тысяч рублей. Хотелось бы обратиться к гражданам, у кого имеется, и кто знает, что у него хранится и закон оружие, может быть, досталось от прадедушки, осталось, может быть, от кого-то где-то, или найдено это оружие. Не бояться приносить в полицию, сдавать его и получать за это, соответственно, законные вознаграждения. Ну а также не стоит забывать о необходимости своевременного продления разрешений на оружие. Тем более, что сейчас всевозможные госуслуги становятся все более и более доступными для горожан. В целях ускорить работу с заявителями в Центре лицензионно-разрешительной работы МВД России по Рязанской области установлен комплекс электронной очереди. Кроме того, сотрудники Центра внедрили такое новшество, как дежурный инспектор-консультант, который находится возле терминала, выбивающего талоны для посещения инспектора. Это позволяет не приходить к инспектору с неподготовленными документами. То есть дежурный инспектор предварительно проверяет правильность оформления заявления и оплату госпошлины. И возвращаясь к темам, связанным с годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Рязанские спасатели накануне оборудовали ветеранскую комнату. Для этого они выделили помещение в здании главного управления ведомства. Еще в торжественной обстановке на плацу рязанские спасатели наградили ветерана Великой Отечественной войны, а также подростка, который спас двух утопающих. В Рязанском ГУМЧС вручили награды различных уровней. Церемония прошла в пятницу, 8 мая. Начальник управления Сергей Филиппов передал почетную грамоту губернатора 92-летнему ветерану Великой Отечественной войны Михаилу Буданову. Он прошел всю войну, дважды был ранен, удостоился ордена Отечественной войны, первой степени и двух орденов Красной звезды. После войны продолжил службу в инженерных войсках. В 1969 году перешел в систему ГОИЧС, где проработал больше 35 лет. Вас, как пожарников, народ очень любит и уважает больше, чем любую другую армию. Это мне точно. Потому что вы очень много делаете для народа. У вас потери в мирное время. Семиклассник Сергей Сморчков из Петелинского района получил медаль МЧС за спасение погибающих на водах. В ноябре школьник спас двух рыбаков, провалившихся под лед. Вручая награду, Сергей Филиппов отдельно поблагодарил приехавшую на церемонию маму-подростка за воспитание сына. Сам юноша позднее признался журналистам, что хочет связать дальнейшую жизнь со спасением людей. Замначальника управления по противопожарной службе Сергея Левицкого наградили медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. В соответствующем указе президента значится формулировка «За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожара». Это все новости за сегодня. Далее в эфире программа подробностей. Гостем в студии станет рязанский писатель-фантаст Юрий Манов. И речь пойдет о стартующем 15 мая фестивале фантастов «Поехали». А с новостями на сегодня это все. И до встречи в эфире. Уважаемые жители и гости города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания поздравляет вас с 70-летием Великой Победы и желает всем мирного неба над головой, согласия и благополучия в каждом доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова